Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне очень приятно. Здесь у нас присутствует более 200 педагогов, которые хотят развиваться, стать лучше. Ну что же, это здорово. Приветствую вас всех. А давайте начнём с простого вопроса. Зачем педагогу нужно саморазвитие? Напишите, пожалуйста, в чате. Это очень интересно. У каждого своя мотивация, своя причина. Каждый по-своему считает. И вот от этого вопроса, от постановки этого вопроса будет зависеть многое. Кстати, подготовьте себе ручку, бумагу, как всегда. Записывайте не то, что я говорю, скорее всего, хотя такое можете записать, у вас будут слайды, но больше записывайте идеи, которые к вам придут во время размышления. Вот пока думайте, вот зародилась идея, вот это самый ценный материал, который быстро исчезает. Так, инвестиции в себя, чтобы развивать, идти в ногу со временем, для того, чтобы развиваться, научить детей, соответствовать времени, уровню инфосистемы, так, детей быть в тренде, менять образование себя. Мы развиваемся, развиваем детей. Так, соответствовать профессии, передать опыт студентам, конкурентоспособность. Хорошо. Ладно, идём дальше. В каких областях вы хотите развивать? В каких вы считаете, что вам нужно развивать? Смотрите, есть «хочу» и «нужно». Это два разных понятия. Саморазвитие нужно для того, чтобы наши уроки были интересны детям. Превосходно. Так, «хочу» и «нужно». Что конкретно? В каких областях? Критическое мышление. Здорово. Основа для креативности. Да, критическое мышление. Дальше. Ещё в каких областях? Эмоциональная стойкость, чтобы идти в ногу со временем. Да, какие навыки? Перезагрузить себя, и чтобы детям было интересно. Методика преподавания, развитие в соцмедиа, педтехнологии, цифровое образование, чтобы оно не убило коммуникацию, живое общение, проблемное обучение. Вот, вот сколько интересных направлений, друзья мои. Вот современная парадигма профессионального развития есть «hard skills» и «soft skills». «Hard skills» – это переводится как «тяжёлые навыки». Это чисто профессиональные. В нашей педагогике это знание предмета, знание педагогических инструментов, знание норматива, вот то, что вы говорили насчёт того, чтобы знание цифровой среды. Есть «soft skills» – это коммуникативные, лёгкие, но те, которые качество общего характера, может быть, не очень узкопрофессиональные, но они нам помогают в развитии, да, чтобы мы хорошо коммуницировали, умели решать конфликты, умели находить информацию, когда нужно принимать решения, умение мотивировать. И тут не полный список. Их может быть огромное количество. Огромное количество для развития. Но главный вопрос, друзья мои, приобретение всех этих навыков – сделает ли вас счастливым человеком? Вот скажите. Вот сейчас главная пауза. Если вы научитесь всему, что вы написали, всему, что планируется, даже больше этому, станете ли от этого вы счастливым человеком, более счастливым, чем есть сейчас. Буду более счастливой. Очень сделает увереннее. Знаете, друзья мои, принесёт какую-то уверенность, но счастье вот это не принесёт. Ни одно знание, то есть есть знание, которое приносит счастье, но большинство не принесёт, потому что у вас будет обязанность это реализовывать. Сложно будет. Любое новое знание заставляет вам идти в зону дискомфорта. Но, что я хочу сказать. Есть такая парадигма, что только счастливый родитель может научить ребёнка быть счастливым. И только счастливый учитель может научить детей быть счастливыми. Вот скажите, входит ли в вашу педагогическую парадигму сделать детей не просто умными, заумными, профессионалами, но сделать их счастливыми. Сделать такими, чтобы им жить хотелось, чтобы они радостно прыгали в школу, чтобы по жизни они составали хорошие семьи. Так вот, друзья мои, все знания частично помогают, но самая главная задача вашего саморазвития – найти способ быть счастливым, потому что дети учатся не по книгам, только через наше личное общение, только от того, что они видят. Если они видят счастливого учителя, счастливого родителя, у них есть перед глазами пример, они притянут это. А давайте скажем, почему есть болезни? А болезни возникают в тот момент, когда у человека падает настроение. Когда возникают ссоры, а когда человек чувствует себя уязвленным. А счастливый человек не чувствует себя уязвленным. Вот вы можете ему сказать все, что угодно, а ему проходит мимо рикошетом. Он такой же счастливый. Да, может чуть-чуть поколебаться, но опять же поднимается. Понимаете? Если человек счастлив, не будет воин. Если бы люди были счастливее, не было бы воин просто. Не было бы голода, не было бы болезней, не было бы всяких этих разных вещей, даже каких-то законов нам не нужно было бы. Не было бы тюрем, друзья мои. Единственный секрет в том, чтобы быть счастливыми. А давайте посмотрим, из чего состоит счастье. Вот есть такая пирамида потребностей Маслова. Вы наверняка знаете его. Когда человек считает, что он счастлив, если у него реализованы хотя бы 5, он считается довольно-таки счастливым, 5-6 потребностей, по-моему, из этих семей. Давайте сейчас посмотрим, какие-то физиологические потребности. Это крыша над головой, хорошая еда, тепло. Это необходимость. Дальше потребность в безопасности. Когда вы чувствуете себя безопасным. С работы не уволят. Денег достаточно на какие-то вещи. То есть не будет каких-то форс-мажорных, как дотерпеть до зарплаты и так далее. Вот этого нет. Дальше уверенность, комфорт. Вот здесь, когда у вас есть безопасность, она обеспечена, вы спокойно можете отдавать любовь. Если у вас этого нет, то не можете. Даже близким, самым близким, родным вы будете давать, ну, как мутную воду, нечистую, разниковую воду. Есть социальные потребности. Это общение, внимание, забота, поддержка. У нас у всех социальные потребности, можно сказать, реализованы. Мы, педагоги, постоянно общаемся. Но качество общения. Насколько качественно вот это, насколько мы счастливо чувствуем себя от этого общения. В плюсе или минусе от этого общения. Потребность в уважении и признании. Значимость, самоуважение. Дальше уже идут потребности самовыражения. Это потребность в творчестве, чтобы творить. Иногда мы хотим очень многое сотворить, у нас времени не хватает, да? Или каких-то материалов для, например, кто-то хочет рисовать масляными красками, но дома нет этого условия дома, чтобы пропахло вот этой масляной краской, да? Или хотите сотворить какое-нибудь превосходное блюдо, а вот этого ингредиента нет. Для развития творчества, если эта потребность удовлетворена, превосходно. Есть эстетические потребности. Это любовь, радость, красота. Это посещение театра, музея, когда вы не просто научно смотрите. Вот я сейчас преподаю в школе музыку. Друзья мои, вот программа, которая нам дана, вот если следовать программе, то музыка – это наука. Нет, друзья мои, может быть, музыка, наука. Музыка – это наслаждение, то, что нужно душой чувствовать. Вот если вы смотрите на красоту и можете отойти от всего, отключиться и насладиться природой, красотой, музыкой, вот тогда ваша эстетическая потребность реализована. Есть духовные потребности. Это разговор со своей душой, личностный рост. Вот почувствовать, а что хочет моя душа. И вот если эти потребности у человека реализованы, он чувствует себя счастливым. Но давайте честно скажем, сколько из них у нас реализовано. Вот, смотрите, если, Лидия Баканова говорит, если я рассказываю материал, показываю образец поведения, будучи внутренне на подъеме, с радостным, интересным к тому, что говорю, то и детям интересно. Да, по большому счету, дети копируют мое поведение, отношение к происходящему. Именно, вот я вхожу в самый сложный класс, если у меня вот такое настроение, мне приходит, как будто сверху приходит информация, и эту информацию я передаю. Иногда задается вопрос, какой-то каверзный, но если вот ты такая, ответ приходит сам. Если нет, то это очень сложно. Вот давайте по 10-бальной системе оцените удовлетворенность вот этих потребностей у вас. У вас ручки, бумажки есть? Напишите. Физиологические потребности, потребность безопасности, социальные потребности, это потребность в общении, потребность в уважении, в признании, любви, чтобы вас любили, чтобы об этом говорили, чтобы вы чувствовали, что вот это идет со стороны. Причем творческие потребности, эстетические, духовные. Вот если вы сейчас, вы запишите, можете в чайлинге написать, сколько у вас потребностей набрало больше 5 баллов. Не более 8 баллов по всем. 8 уже очень хорошо. Ольга, прекрасно. 7. Все 7 реализованы. 4. 4 набрали больше 5 баллов. 6. Хорошо, друзья мои. Ага. Не более... Да. Надо найти другие потребности. Вообще нет. Да, да. Друзья мои, самое интересное, что учителя со временем очень сложно переживают. И к 40 годам, не только учителей, у многих людей приходит такая вещь. Хочется менять профессию. Уже столько наработали, поработали, что уже устали. Есть такая вещь. Но это не только, да, выгорание. И еще, говоря астрологическим языком, это 40-летний цикл, после которого человека тянет в какую-то другую сторону. Он идет углубляться в эту профессию, или идет совершенно другую, или в какую-то смешную. Вот хочется каких-то изменений. Вот к 40 годам это очень актуально. И не только это связано с выгоранием. Вот нужно. Просто так устроен организм человека. Вот, друзья мои, если забросить все профессиональные необходимости, что бы вы делали для души, чему бы научились для души? На секунду можете даже помолчать. В общем, подумайте. Вот задайте себе вопрос. Что бы я сделала для души? Работать хочется с радостью, отдыхать, читать. Я бы с удовольствием рисовала, вышивать крестиком, красками на воде оках здорово. Прекрасно. А скажите, у вас, вы этим занимаетесь? Вот вы хотите для души слушать симфоническую музыку? Друзья мои, я скажу, это такая редкость для тех, кто живет в маленьких городах. Они так редко могут себе позволить выйти куда-то и что-то сделать. Вот видите, есть вещи, которые нам нужны для души. Есть еще другой способ исследования себя самого. Это колесо жизненного баланса. Чтобы быть счастливыми и чтобы хорошо, качественно преподавать, нам нужно, во-первых, здоровье. Очень мало времени. Вот самое интересное, любой человек, работающий на заводе, где-то в офисе, приходит домой, оставляет все и занимается семьей. Учитель приходит домой, принося с собой тетрадки, все заботы о школе. Вот самое важное, выходя из школы, стряхнуть себя, придя домой, снять одежду и забыть, что вы учитель. А вспомнить, что вы мама, жена, сестра, любимые. Вот, с мужем танцуем, бальные танцы. О, как превосходно! Ну что ж, друзья мои, есть еще колесо жизненного баланса. Тоже можно по 10-бальной системе оценить, насколько вас удовлетворяет ваше здоровье сейчас. Финансы, которые вы зарабатываете. Карьера, то есть то положение на своей работе, которое вы делаете. Может, кто-то хочет стать заочем, директором или где-то в другом месте больше руководить. Кто-то хочет, наоборот, заняться методической работой. Вот карьера, насколько вас удовлетворяет на данный момент. Саморазвитие, насколько вы развиваетесь с этим. Духовность. Есть ли время вот побыть с душой, поговорить. Может, кому-то нужно сходить на ретрит, и кому-то на службы церковные какие-то. Кому-то нужно просто уединиться и 10 минут просто поговорить с самим собой. Насколько вас удовлетворяют отношения, отношения с друзьями, с коллегами, с родственниками и семья. Есть ли любовь, романтика, вот всё это. Да уж, вот. Вот выходить на природу – это так хорошо. Вывожу молодёжь, даже тех, кого не знаю. Самое важное, знаете, что выводя молодёжь на природу, попросите им на природе не включать музыку. Вот эта современная музыка, которая нарушает гармонию леса, не даёт чувствовать красоту леса. Вот если договоритесь, что мы будем слушать лес, природу, вот времени мало. Друзья мои, вот пока у вас вот всего этого нет или что-то где-то не хватает, вы не можете быть качественными учителями. Поэтому давайте вот на этот раз уделим внимание не каким-то hard skills, профессиональными, тяжёлыми знаниями. Их у вас достаточно. Иногда достаточно открыть, вот когда вы раскрыты, из памяти достается всё то, что вы раньше проходили. У вас в амбаре столько знаний, что надо просто взять, встряхнуть и использовать. И вы увидите в новом цвете. Но чтобы это сделать, нужно, чтобы у вас настроение было хорошее. Так вот, кому нужно заняться здоровьем? Кому нужно сделать так, чтобы финансные были? Вот кому нужно подумать о карьере? Вот напишите. И вот когда вы по баллам, по десятибальной системе, опять же, оцените здесь вот это колесо баланса. Смотрите, что надо делать. То, что у нас набирает больше баллов, это великолепно. Это та сила, с помощью которой мы будем менять что-то. И если мы начнём заниматься теми сторонами, которые у нас не хватает, используя сильное, то мы быстро сможем что-то изменить. Например, ходить на природу – это здоровье. Ходить на природу, чтобы на природе побыть с семьёй, побыть с родными – смотрите, это уже семья, и отношения. Если вы идёте туда ещё и посидеть, то здесь отдых включается. А если немножко помолчать, ещё и духовность. Понимаете? Вот одно простое действие – выйти на природу – уже дало плюс в пяти сферах. Вот. Здоровье нужно всем, без него не будет всего другого. А для здоровья, друзья мои, нужно хорошее настроение. Вот если настроение хорошее, есть творчество. А творчество поднимает наше настроение. Настроение улучшается. И благодаря этому улучшается здоровье. Вот для кого-то танцы. Танцы творчества – да. Эта физическая активность – великолепно. Вы строите отношения, знакомитесь с новыми людьми. Нам всем необходимо время от времени новые какие-то ощущения. Старые всегда приедаются. Что мы делаем? Мы идём в хор какой-нибудь петь. Можно пойти в какие-нибудь группы по интересам. Можно в КВН поиграть. В что, где, когда. Вот группы по интересам, где вы вдруг выходите из своей школьной среды и знакомитесь с другими, новыми людьми. Это же вы великолепно. Есть ещё пирамида ценностей Дилса. Что это такое? Я есть. Кто такой я? Начнём с нижнего. Вот кто меня окружает? Исходя из того, кто меня окружает, я делаю определённые действия. Я делаю эти действия, исходя из компетенции, которые у меня есть, из навыков. А я эти навыки имею только потому, что у меня есть определённые убеждения и критерии жизненных ценностей. А это всё есть, потому что у меня есть вещи, которые я ставлю в приоритете. Это ценности. Исходя из этого, я могу сказать, кто я. Так, друзья мои, если мы хотим чуть-чуть улучшиться, стать другими, чтобы у нас окружение было хорошее, как, когда, с кем что-то делать, мы поднимаемся на ступень выше. И тогда что получается? Давайте скажем, кто я, вот какую идентичность, наиболее яркую вы хотите для себя. Например, я счастливая, гармоничная, да? Я хороший педагог, и счастливая мама, счастливая семья, женщина. Я одухотворённая. Если вы вот сейчас подумаете и напишите одной фразой или предложением, кто такая. Я такая, которая может превосходно помнить, у которой прекрасная память. То есть вот сейчас подумайте, а кто вы такая? И только после этого мы будем знать, чему вам надо учиться. Да? То есть мы учимся, а то у нас получается знание пазлами, туда-туда-туда, и они как-то не вплетаются. Чтобы это было целостно, вот надо сформулировать вот эту вещь. Так, смотрим. Карьера уже неинтересна. Интересна именно работа с детьми, видеть, как меняется ребёнок, раскрепощается. Интересный результат. Прекрасно! Значит, ваша карьера вас устраивает. Можете писать 10 баллов. У кого какое окружение, тот таким и будет. Нет, друзья мои, у вас такое окружение, но меняя действие какое-то, если мы на ступеньку выше поднимаемся, у вас моментально меняется окружение. Например, я пошла на спортивные занятия, на йогу. У меня кто в окружении появились, друзья мои? У меня сразу поменялось окружение. Там вегетарианцы, люди, ведущие здоровый образ жизни. Не обязательно все, но там их будет больше, да? Люди, которые ещё и читают другие книги, которых я раньше не читала. И дальше всё меняется. У меня появляется, несмотря на них делаю какие-то вещи, меняются компетенции. Я личность. Прекрасно! Какая личность? Вот я красивая, умная, здоровая и привлекательная женщина. Превосходно! Из этой ценности – это я. Что вы будете делать? Почему именно это вам ценно? Значит, я буду бороться о здоровье, я буду делать ежедневно себе макияж, подбирать соответственную одежду, я буду выходить в люди, чтобы все видели, какая я привлекательная, да? То есть это особое состояние души. С детьми работать очень люблю, а вот давление со стороны начальства порой угнетает. Надо менять начальство. Нет, друзья мои, вы меняете свою идентичность. Давайте скажем, я прекрасный учитель, которого ценит начальство. Давайте поставим такую ценность, которого ценит начальство. И исходя из этого, какие у вас будут ценности? Почему вас ценит начальство? Да? Потому что вовремя сдаю отчеты или я делаю что-то для школы, что начальство ценит. Да? Исходя из этих... Потому что я свою работу с учениками могу представить начальство таким образом, чтобы они увидели. И получаются другие убеждения. Из этих вы начинаете изучать новые компетенции. Какие компетенции? А как разговаривать? Коммуникативные навыки. А как делать презентации? А я могу выступить на методическом совете и рассказать о своем опыте. Начальство оценит? Конечно, оценит. Вот то, что вам не хватает, поставьте вот в главу угла. Я такая, которая. Я добрая, веселая, красивая, привлекательная и очень люблю детей. Великолепно. Теперь, если вы посмотрите дальше, все ваши действия исходят из этой идентичности. Из этой идентичности смотрите, почему рядом стрелка сверху вниз. Если вы хотите изменить что-то, вы начинаете на ступеньку выше. Вам нужно изменить окружение, поменяйте действия. Вам нужно поменять действия при новой привычке, скажем, делать ежедневную зарядку. Я не делаю. Мне не хватает. Для того, чтобы я начала делать это ежедневно, а не рывками, что мне нужно сделать? А новые компетенции, процессы. Каким образом? Мне нужно вот это действие вплести в какое-то другое. Например, я могу утром включить музыку. Эта музыка активная, если я заранее подберу, будет подберывать к тому, что я буду танцевать, пританцовывать. А танец уже есть, физическая активность. Да? Чему нужно научиться? Может, нужно научиться тому, чтобы... Вот комплекс упражнений, который был бы мне приятен. Вот, всё, и я сделала. А почему я это буду делать? А потому что у меня критерий, что это нужно мне для здоровья, для того, чтобы я была красивая, привлекательная. Да? Вот эти вещи. Я счастливая семье и успешная в работе. Превосходно. И вот все ваши дальнейшие действия... Вот смотрите, у нас... Что я верю, что я буду делать, чему нужно научиться? Это компетенции, процессы. Зелёная, видите? Она зависит от того, что вы хотите менять внизу и что цена для вас сверху. Сегодня у нас какая тема? Тема саморазвития. Это вот зелёная полочка. Так вот, друзья мои, чтобы знать, что вам нужно сделать, повторяю, вам нужно определиться, что вы хотите изменить внизу, в действиях, в окружении, и что вы хотите, и какие у вас ценности сверху. Вот вы даёте эти два вопроса, и понятно будет, какие навыки вам нужно учиться. А давайте посмотрим универсальные навыки нового времени. Нового времени. Об этом вот не будут говорить педагогам. Об этом не будут говорить в других местах. Но интуиция. У нас у всех есть интуиция, но она заглушена. Заглушается в детстве, когда ребёнок говорит, всё, я наелся. Говорит, нет, ешь ещё ложечку. Потом говорит, за маму, за папу. И он забывает, а что он хочет сам для себя. Его учит, что он должен за маму, за папу думать, прожить за кого-то ещё, не зная, что он хочет. Вот так теряется наша интуиция. Наша задача – пробудить. Потому что если природа в нас вложила это качество, а маленькие дети обладают ими, то это необходимо. Следующий навык – визуализация. Это умение видеть перед глазами. Вот закрыть глаза и увидеть картинку. Вот насладиться. Вы можете моментально отдохнуть, знаете как? Сейчас. Вот закрыть глаза. Вот что такое медитация? Закрыли глаза. Подышали. Почувствовали себя на берегу моря. И приходится такое расслабление, такой отдых. Иногда, чтобы отдохнуть как на море, не надо ездить туда, не надо тратить времени, искать время на каникулы. Иногда достаточно вот включить какую-нибудь аромалампу, запаха моря, музыку, шуму моря, посидеть, вот визуализировать и получить тот необходимый отдых. Да, хорошо, когда вы на море. Но если зимой у вас уроки, вот очень хочется на море, а не можете. Вот 5-10 минут вот этой визуализации приносит такое наслаждение, что вы становитесь лапонькой. Следующее – это воля и состояние потока. Воля – это когда вы взяли и пошли, поставили цели и дошли. А есть другое состояние потока, когда вдруг увлечены и ничего не замечаете. Умение концентрироваться и расслабляться, и дальше обоснованные, позитивные мышления. Сейчас мы по всем этим пунктам пройдемся по отдельности. Так вот, что такое интуиция, друзья мои? Интуиция, с одной стороны, – это опыт ума. Исходит, он из экономии наименьшей травматизации, нацелена на малый период времени. Вот говорит, интуиция бывает разная от ума и от сердца. Интуиция от ума говорит, не ходи туда, потому что там будут изменения, зачем изменяться. Люди, которые не могут привить себе новые привычки, они хотят. Вот есть те, кто хотел привить какую-то новую привычку и никак не может. Так вот, у вас опыт из ума говорит, нечего туда ходить. Если ты пойдешь, у тебя изменится вот это, изменится окружение, изменится то-то, и будет... Ой, котейки, поучитесь у котейки за спиной. Остается собой в предложенных обстоятельствах. Да, коты, кстати, они над ними участвуют в вебинаре и при этом отдыхают. Можно делать что-то. Спасибо, Наталья. Прекрасное замечание. Так, я сейчас читаю ваши комментарии. У начальства есть свое начальство. Это их проблемы, друзья мои. Пусть начальство само задумается. Мы пока думаем о себе. Да? Нам нужно, чтобы мы научились отдыхать, чтобы мы научились радоваться. Да, мы принимаем. Начальство, когда ему выгодно и избирательно относится. А знаете, техника переговора в чем заключается? Найти, что выгодно оппоненту, начальству. И преподнести этот материал таким образом, чтобы начальству это понравилось. Это называется техники продаж. Друзья мои, очень рекомендую. Учитесь техникам продаж. Это не обязательно продавать. Но там учат коммуникативным наукам. Там учат. Начальству что надо? Ему надо, чтобы его похвалили. Да? Вы делаете в своем классе превосходные вещи. Никто об этом не знает, кроме детей. Дети счастливы. Но если вы создадите альбом, портфолио и вывесите на сайте школы, учителю будет что? На каком-то совете пойти на городской и показать, вот мои учителя так работают. Понятно? И вы сделали то, что выгодно учителю. Он отметил, вам выдаст премию или по-другому на вас смотрит. Понимаете? Найдите, что выгодно этому человеку и предложите. Вам нужно, чтобы вам, класс, купили что-то. Да? Какую-то важную вещь. Так покажите, что вы сделаете из этой вещи такого, что выгодно директору, начальству. И преподнесите это с этой точки. Вот этот стакан можно посмотреть с этой стороны, можно с этой, можно с другой, можно под углом. Я переворачиваться не буду, потому что там вода выльется. Но вот эти всякие вещи можно перевернуть с другой стороны. Показать – это та же самая вещь, при котором директору будет выгодно. Кстати, это очень важно. Для чего? Еще и для того, чтобы общаться с родителями. Если вы научитесь коммуницировать, вы сможете с самыми проблемными родителями даже договариваться. Единственное условие – да, вы правы, я вас понимаю. И дальше говорите то, что говорите. Но первое – да, вы правы. Никогда не говорите. Нет, это не так. Да, вы правы. Но давайте посмотрим с другой стороны. Ладно, перейдем к интуиции. Интуиция – есть опыт от ума. Он как устанавливается? У нас в детстве были какие-то стрессы, какие-то моменты, даже не стрессы. Ребенок поплакал, плакал, плакал, мама пришла, дала молоко. Все он теперь знает. Если он плачет, мама дает молоко. Если ему что-то нужно, он начинает плакать. По старшим уже. Ребенок хочет подняться наверх, поднять стакан, взять. Мама за него наливает. И у него каждый раз и бабушка. Он не успевает дело довести до конца, до результата. И он расстраивается. Но он хотел почувствовать победу. Не вода была важна, а встать на стул, достать этот стакан, принести, насладиться триумфом. А вот побить – это был триумф победы. Не было у него незавершённой действия. Но этот человек не знает, что такое завершить. Он делает и оставляет посередине. Но зачем доводить до конца? Но эти люди делают какие-то дела, и прямо под конец – нет сил. Нет сил, потому что нет опыта празднования победы, чтобы идти вот этот последний кусочек. Дальше. Есть психогенетический опыт. Это родовая память, перинатальная память, память в утробе матери, подсознательные программы. Это уже другая, широкая тема. Есть другой опыт сердца. Понимаете, наше сердце каким-то образом связано с космосом. Вот у меня насморк небольшой. Я вчера пошла в магазин. Я знаю, что в киви в два раза больше витамина С, чем в лимоне. Я обычно беру киви. Я подхожу, хочу взять киви. У меня сердце бьётся. Сердце бьётся, прямо не хочется. Говорю, хорошо, киви не нужно брать. А что ты хочешь? Вот если я возьму имбирь, хорошо, сердцу спокойно. А я смотрю, эти киви, прилипшие, они двойные, они сросшиеся. И я думаю, наверное, здесь или нитратов больше, или чего-то. Я могла бы отравиться, но не отравлять, потому что услышала сердце. Иногда вы идёте куда-то, сердце вам что-то подсказывает, а вы не слышите. Мы забыли слушать сердце. А когда слушаете, задаёте вопросы. Сдаёте ему вопросы, получаете ответы. И если сердце говорит, не надо что-то делать, друзья мои, не надо отказываться от этого действия. Надо чуть-чуть задавать дальше вопросы. Задавать дальше вопросы. А что, ну, например, не надо киви, а что надо, а что будет мне полезно. Вот когда я задаю такие вопросы, у меня развивается интуиция, у меня сердце говорит. Я прохожу, когда сердце развито, знаете, что происходит? Я подхожу к ребёнку, он ведёт себя безобразно, безобразно просто. Подхожу я к нему, и я чувствую, насколько ему больно. Ему больно, а от этого он плохо чувствует. Ставлю ручку на плечико, на ушко пару слов, а ты это сделал, а это вот. Вот, и что получается? Он моментально меняется. Почему? Потому что у меня сердце почувствовало его. И когда мы сердцем чувствуем, мы понимаем, что надо. И эта информация сердца, она более прогнозируема в дальнем времени. Не то, что хорошо прямо вот сегодня. Вот ум говорит то, что выгодно сейчас. Есть два понятия – ум и мудрость. Умный человек и мудрый. Умный он реалистичный, он умён прямо сейчас. Мне сказали, так я должна отстоять, отомстить, показать, что это неправильно. Это ум. А вот когда сердце включается, когда включается мудрость, тогда я вижу дальше. У человека сегодня плохое настроение, я ему задаю совершенно другой вопрос. Он мне вот сюда, а я ему туда, в другую сторону. Совершенно другой вопрос. А вам сегодня удалось хорошо выспаться? Да какое там вообще не спало? И он забывает о том, что были претензии к вам. Всё, затихает. А человек высказался и успокоился. Вот получается совершенно другой подход. Я благодарна, друзья мои, что вы замечаете, такие тонкие и цените. Благодарю вас. Так, вопрос трактовки информации из подсознания. Что мы делаем? У нас есть телесные ощущения, мы телом чувствуем, я сердцем. Кто-то чувствует где-то в животе, ниже пупка, там, говорят, бабочки. Почему? Потому что это тоже центр энергетический, очень активный центр. Это центр духа. Если душа в сердце, там дух. Что мы делаем? Прислушиваемся. У кого-то где-то в голове, в ушах шумен. Бывает в ушах шумен? Да, я называю имена, я вдруг понимаю, что этот человек моментально проходит. Красноталица. То есть мы каким-то образом друг с другом связаны. Даже за сотни, десятки сотен, за тысячи километров мы слышим друг друга какими-то другими органами. лицо краснеет. И вдруг мне потом звонят из другой страны, с другого континента и говорят. Понимаете, вот мы связаны, взаимосвязаны. У нас связь как сотовый телефон, как спутник и вверх и обратно. Так вот, наша любая информация идет туда и обратно. Есть такая вещь, как кинезиологический или мышечный тест. Дело в том, что наш организм, когда ему хорошо, он прекрасно чувствует, когда идет какая-то информация ложная, ложь воспринимается как стресс. И мышцы расслабляются. Это обнаружили кинезиологи. Они изучают работу мышц. Что они сделали? Они дали студентам в конвертах. Одним дали витамин С, а другим просто сахарный порошок. В закрытых конвертах они даже не знают. Они берут и спрашивают, это мне полезно, это бесполезно. Делают следующим образом. Кольцо, рука и другой пытаются сорвать. В начале берем это мое «да», это мое «нет». Примеряем. Вот сопротивление. И когда проверяют, вот это мне полезно, кольцо не разрывается. И что делали? Когда попадал сахарный порошок, у них кольцо разрывалось. Это мне полезно? Нет, не полезно. А на витамине С это мне полезно? Это мне полезно. Да, полезно. Единственное, здесь не надо задавать вопрос. Надо утвердительно говорить. Есть другой способ. Берем колечко и вот так пытаемся раскрыть. Об этом есть много в интернете видео, можно посмотреть. Чем он хорош, этот кинезиологический тест? Вы идете в магазин, хотите что-то купить или хотите попробовать методику, подойдет эта методика или нет. Наше подсознание узнает лучше. Мы берем и проверяем. Вот эта техника подойдет для этого ребенка. Мы думаем о ребенке, о технике и проверяем. Подходит. Пальцы раскрылся, не подходит. Хорошо, поменяем другое. В этой технике чуть-чуть что-то поменяем. Может не сегодня, через год будет, через неделю будет полезно. Да, и вот так мы меняем. Поэтапная трансформация цели до ощущения принятия тела. Хочу поехать отдохнуть на море. Говорю, хочу поехать отдохнуть на море. Напряжение в сердце. Странно. Отдохнуть. Хорошо. Хочу поехать туда в сентябре. Нет. Хочу туда, мне лучше поехать в октябре. Нет. Летом. Да. А может не туда, а другое. Меняйте какие-то детали до тех пор, пока чувствуете, что вот это принимается. Мне не нужно на море. Мне лучше на байдарках поплавать. Сейчас, правда, сезон уже прошел. И вы меняете, проверяете, и получается, что да, вот это мне хорошо. Вот любую технику, вот как поговорить с мужем, как после ссоры помириться, как подойти к директору, вот к этому начальнику, который не ценит. И вот поговорите с ними, постепенно подготовьте, трансформируйте ваши цели, ваш разговор внутри себя. Друзья мои, все знания ваши в себе вот здесь есть. У нас есть прямая связь с космосом. Это космос что-то, тот же самый интернет. Вы забиваете в интернете, находите любую информацию. Если вы готовы, информация приходит к вам. Следующее. Зачем нам нужна визуализация? Это мысленное планирование, трансформация идеи. Никола Тесла сделал огромное количество открытий, изобретений, благодаря визуализации. Что он делал? Он перед глазами видел всю конструкцию и представлял, как это работает. Нет, это с этим не сходит. Менял, менял, менял в голове. А потом давал чертежи. Самое интересное, что ни у какого другого ученого не было такой результативности. Все делали модели, исправляли, добавляли. А у Тесла, он дал чертеж. Все, он идеальный. Почему? Потому что он в голове проработал вот это. И представьте, вот сделать модель, апробировать, это сколько времени нужно. Иногда, чтобы сделать одну модель, требуется целая неделя. А тут за 5 минут, за 10 минут в голове проработал и великолепно. То есть мы развиваем визуализацию. Что для этого нужно? Настрой на результат. Вы задаете вопрос, что вы хотите изучить. Четко формулируйте. Входите в состояние альфа-частот или расслабление. Вот расслабились от потока. И начинайте. И начинайте представлять вот это. А как там будет? А что там будет? Вот мы ставим цели, а потом не можем идти к этим целям. Почему? Потому что наша душа с этим не согласна. Что-то там не то. А когда мы вот так думаем, что мы получаем, мы видим, какой будет результат. И на мысленном уровне, еще до того, как пойти туда, мы меняем вот это расположение вещей, какие-то детали меняем. И достигаем результатов более кратчайшие интересы. Ага. Так. Сейчас читаю комментарии, очень интересно. Мне вот даже интересно. Такие отзывы следуют, что все отзываются, а я слушаю, как какие-то странные слова и практики. Я абсолютно уверена, и счастлива, и удовлетворена и в семье, и в работе женщина, кандидат философских наук. Мне, правда, очень все это странно слышать и видеть ваши отзывы. Алла, прекрасно. Знаете, есть у каждого человека мы все разные. Вот природа создала нас совершенно разные для разных целей. У математика свое математическое мышление. У литератора свое мышление. У преподавателя изо, физкультуры другое. Кто-то черный, кто-то белый. Мы совершенно разные. Да, вам может что-то не отзываться. Но если вы сегодня оказались, значит, какое-то время могут вот эти семена дать ростки. И попозже, попозже, в другое время. Где-то вы встретитесь с этой информацией. А те, у которых отзываются, у них эти семена уже были засеяны. У вас другие семена. Наверняка у вас есть другие семена научности, которые у меня должны еще произрастать. У меня, у других. То есть у каждого, у нас, из нас есть свое видение. Мы сейчас делимся, мы пытаемся развивать. Но визуализация – это то, чем занимался Леонардо да Винчи. Визуализация, то есть мысленное мышление – это то, что делают все композиторы. Как композиторы сочиняют музыку? Вот мы спрашивали, а почему? Если вам не надо, вы можете не слушать. Вы уверены, что это всем надо? Вот кому надо, те слушают. Это на выбор. Я тоже консерваторию окончила. Смотрите. Правде хорошо, а счастье лучше. Ладно. Смотрите, как пишут композиторы музыку. Они вначале в голове думают. Вот многие, которые… Я слышала рассказы. Человек месяц, два месяца ходил, думал, думал. А потом уединялся. И за неделю, две недели записывал целую симфонию. За месяц записывал оперу. Это очень такое сложное занятие. Но оно произрастало в голове, оно созревало в голове. Вот это и есть у кого-то аудизация, аудио в голове. Что такое визуализация? Это не только видео, а вот то, что в голове развивается. В голове вот уметь развивать этот навык, для этого нужно молчание, нужна тишина. В нашей жизни так не хватает этой тишины. Интернет, телевидение, везде такой поток информации, что его нет. Вот почему мужчины любят идти на рыбалку. Это потрясающее занятие. Вот рыбалка – то место, где можно помолчать. Воля и состояние потока. Вот для Аллы, наверное, более понятно. Воля. Есть люди очень волевые. Я человек неволевой. Почему? Воля требует усилий и внимания. Время течёт, когда ты волевой человек, настраиваешься, он медленно, настойчиво. Есть люди, которые прошибают просто на воле стены. Они могут идти, даются результаты. У них результат планируется такой твёрдый, чёткий. У кого-то есть воля, у кого-то не хватает. Вот мне не хватает. Воля после... Вот если вы на воле чего-то достигли, у вас победа, но потом вам нужно обязательно хорошо отдохнуть, и идёт опустошение. Усталость. Вот силы их ходят. Дальше. А состояние потока что такое? Состояние потока – это другое. Внимание произвольно вас заинтересовало. Увлечение взяло. Вы не замечаете, сколько времени уходит. Вот сели чем-то заниматься. Вот бывает, что-то делаете. Там у кого-то это огород, у кого-то это рисование, у кого-то, но это обязательно связано с творчеством. Вы начинаете это делать, и вдруг смотрите – о, пять часов прошло, а как будто полчаса. И результаты в таком состоянии могут превзойти даже ваши ожидания. Вы даже не думали, что это так будет. И сам момент настолько счастливый, что вы радуетесь и понимаете, что же происходит. Для состояния потока, друзья мои, не нужно навыка. Оно возникает благодаря повышенному интересу. Вот есть интерес, и вы идёте туда, и навык развивается. По окончании, если что-то вы сделали на потоке, в состоянии потока, у вас энергии прибавляется, вы не устаете. Так вот, если мы можем детей ввести в состояние потока, это превосходно. Но воля тоже нужна. Потому что бывает такое состояние, когда вот нет потока, но не можешь, тогда делаем волю. А как развивается воля? Делайте упражнения на пресс, физические упражнения на пресс. Любой спорт развивает волю, потому что делается через боль, через преодоление. Делайте любое физическое упражнение, и когда вам больно, уже не можете, сделайте ещё несколько штук. Вот так расширяется воля. Если вы делаете, то превосходно. Идём дальше. Умение расслабляться, друзья мои, и концентрироваться, потому что невозможно концентрироваться, если вы не расслабились. Так, Ирина Нечаева пишет, всё исчезло куда-то. Ирина, обновите страничку, и будет хорошо, им видно. Вот, живу в потоке, радуюсь, редко устаю. У меня творческая студия. Но, друзья мои, вот видите, человек не устает, потому что живёт в потоке. Что? Для хорошей концентрации, друзья, нужно научиться хорошо расслабляться. Как мы расслабляемся? У каждого из вас есть свой рецепт. Кому-то нужно просто потанцевать, кому-то на качелях покататься, кому-то заняться вот хобби, любимым делом. Поэтому, чтобы хорошо работать, нужно качественно отдыхать. Упражнения на расслабление, то есть медитация, физические упражнения, танцы, занятия каким-то хобби. И, а потом уже, после того, как расслабились, вы можете вот это всё собрать. Упражнение на концентрацию – это заставить замолчать внутреннюю болтовню. У нас всё время мозг болтает что-то типа. Мы не говорим «молчи!». Мы просто сидим и наблюдаем, откуда сейчас придёт следующая мысль. Вот вы можете прямо сейчас вот оторваться и сделать такое упражнение. Откуда придёт сейчас следующая мысль? И вот та пауза, которая будет постепенно увеличиваться между мыслями, а какого цвета эта мысль? Мы расслабляемся, и после этого идёт концентрация. Вы концентрируетесь на узком. Смотрите, что делает наш фотоаппарат. Когда мы берём фотоаппарат, он суживает пространство, и вы видите через вот это пространство. Вот вы здесь видите. Не всё, а вот это. А есть ещё и программы на аппаратах, когда они выделяют переднее лицо ярко, а сзади сглажено. Вот эта концентрация. Когда вы из множества информации можете выделить одну деталь. Да, воля тоже у меня изредка. В основном в потоке. Здесь сейчас в состоянии присутствия. И я слышу и вижу знаки, символы, понимаю их язык. Вот, если вы находитесь в потоке, то вы видите. Вот это упражнение на концентрацию. Берём точку. Вы можете любой листок бумаги сделать, на стене что-нибудь приклеить. И концентрируемся. Если детей учить концентрации, вот просто... Просто сколько секунд вы можете смотреть, не отвлекаясь. Минуту. Вот если вы три минуты можете смотреть, не отвлекаясь, великолепно. Если прервались, начинаем заново. Включаем таймер и опять смотрим. Когда вы смотрите в эту точку, точка начинает изменяться, может углубляться, может расширяться. Но внимание сконцентрировано на точке. Зелёный цвет очень успокаивает и сердце, и для глаза хорошо. Вы можете то же самое сделать. Можно сделать чёрную нейтральную, и можно зелёную. Вот. Ещё есть какие упражнения на концентрацию. А концентрация – это единственный способ достижения успеха, доведения дела до конца. Вот как только во время работы приходят идеи, друзья мои, запишите и забудьте. Вот пока вы не записали в голове, как бы не забыть об этом. Я вот делаю это, а я потом об этом вспомню. И что делает? Мозг мучается. Он думает, он напрягается, он не может расслабиться, и нету концентрации, он рассеивается. А когда вы записали, я об этом подумаю позже. Записали и оставили. Всё, мозг освободился. Хвали себя каждый раз, когда возвращаешь внимание к первоначальной цели. Ой, не надо видеть, ой, я опять отвлеклась. О, как хорошо, я вернулась. Я заметила, что отвлеклась и вернулась. Имея перед глазами конечную цель и не застревая на этапах. Иногда мы на этапах застреваем, но надо помнить о результате. И есть маяк, которым мы идём. Поэтому цель иногда надо ставить перед глазами, писать, вот иметь картинку какую-то, которая напоминает. И, друзья мои, обязательно отпразднуйте победу. Вот победу надо праздновать. Иногда мы быстро идём. Всё, сделали, пошли дальше. Да зачем? Друзья мои, победу надо праздновать. Тогда душа будет радоваться. И в следующий раз вам легко будет переходить в поток, потому что ваше подсознание, ваше тело помнит эйфорию, помнит эту радость. А помните, что такое радость? Это здоровье. Это внутреннее развитие счастья. И обоснованная последняя тема, обоснованное позитивное мышление. Друзья мои, есть очень много позитивов. Я хорошая, я красивая, счастливая, но внутри-то чувствуете, слушай, ну вот у меня здесь вот не так, но идёте к зеркалу, и что-то вы не согласны с этим. Если часть внутри вас с этим утверждением не согласна, то это мышление, это как воздушный шарик. Проткнёшь и всё. Любое мышление должно быть обоснованно. Поэтому я с каждым днём становлюсь всё более красивой. Почему? Потому что я делаю такие-то действия. А помните, пирамида Дилтса была, вот когда я говорила про зелёненькое. А я почему делаю это действие? Потому что это у меня в ценности. И дальше, прежде чем думать, планировать, поднимите своё настроение до состояния хотя бы готовности это сделать. Если вы готовы это сделать, то это будет великолепно. Вы сделаете. И у вас получится. И есть техника рефрейминга. Это обоснованно позитивное мышление. Смотрите, что у нас получается. Вот у нас лицо, это есть такой Ануашвили, да, Ануашвили, Ануашвили, который создал ВКП, видеокомпьютерную диагностику. Что он делает? Делает фотографию лица, делит пополам, удваиваем вот это, и удваиваем вторую сторону. И получается, что, вот смотрите, вот слева вот этот человек, так, указка у меня работает, ладно, не буду. Указка. Вот этот человек, к примеру, да, его лицо подели пополам. Смотрите, одна половинка вот такая удивлённая, а другая половинка реалистичная. То есть человек, у него раздвоенное состояние. Вот здесь мальчик, вот одна половинка, духовный портрет, у него такой улыбчивый, какое-то одно ощущение, а вот здесь какое-то другое напряжение. Да, вот вроде бы не до конца он улыбается, нет счастья в глазах. Вот это раздвоение, даже расстроение, деление на 4-5 частей у нас присутствует. А вот эта девочка, взяли фотографию девочки, которая снимается обнажённым. Вот смотрите. Разные половинки. Это уже патологии. Нет, друзья мои, это не то, что патологии, это в большинстве у нас. Если мы сейчас возьмём своё лицо, фотографию, закроем одну часть, а потом другую часть посмотрим, у нас есть более или менее вот эта отходчивость. Это двойственность, смотря, когда, насколько оно ярко выражено или нет. А симметрия у нас присутствует. Вот это, они, оба портрета, жизненные, духовные, становятся одинаковыми, когда человек умирает. Близко к смерти, когда уже приближается смерть, каким-то образом человек входит в баланс. Что мы делаем? У нас эмоциональное состояние, вот почему важно именно вот это оптимистическое. Вот здесь циферки, циферки, это герцы. Герцами просто измеряли, как работают, нет, не герцы, герцы другое, но во всяком случае, тот же самый столбик. Когда мы в состоянии страха, сочувствия, горе, человек сдался, он не может ничего делать. У него решения не могут быть нормальными. Здесь идет больше, какой я плохой, человек делает давление, создает внутри себя. У него агрессия идет, направленная на себя. В состоянии вот отсюда досюда, вот где агрессивные действия, это агрессия направлена на другие. В этом состоянии человек действует на основе эмоций. Я отомщу, пойду, побью, вот сделаю. Если мы выходим выше это состояние удовлетворенности, консерватизм, сильный интерес, веселье, энтузиазм, то мы управляемся, идет управление на уровне разума, активные конструктивные действия. Так вот, когда у вас плохое настроение, думать, планировать что-то, абсолютно бессмысленно. Бессмысленно, поднимите настроение. Вот тогда вы сможете составить нормальный, хороший план. И вот что такое рефрейминг? Приходит как-то лица к зайце и просит написать характеристику на осла. Тот недолго думает, пишет, тупо и упрям. Но это же характеристика на повышение, возмущается ли шанса. А что писать? Напиши, устойчив в своих убеждениях и упорен в их достижениях. Вот сможете своему начальству представить вот в таком виде. Рефрейминг – это рамка, поменяется. Что такое тупость? Это устойчивость в убеждениях. Он вот как взял, как осел идет вперед, да? Упрям, упорен в достижениях. Видите, поменяли рамку и тоже пошло по-другому. Просыпается? Ага. Ну что, идем дальше. И упражнение «Я слишком…» Так, у меня осталось всего три слайда. Я быстро пройду. «Я слишком…» Пишите то, что вам не нравится, зато у меня, да? «Я слишком эмоциональна, зато я же хорошо чувствую людей». «Я слишком ленив, зато не делаю ошибок». То же самое и в отношении людей. И вот когда вы расширяете эту рамку, вы выходите в позитивное состояние. Вот шутка. Останавливал коней на скаку, выходил в горящие избы. В общем, вел себя как баба. Где можно учиться, друзья мои? У своего окружения, если мы занимаемся саморазвитием, у детей. Я больше всего училась у учеников. По их глазам вы поймете. По той открытости. Вот по котику, да? Коту, который у меня там спит себе спокойно. Вот у них можно учиться. Можно учиться у профессионалов. В онлайн-школах, на обучающих курсах, в путешествиях, на живых семинарах. Если вы хотите чему-то учиться, то учитесь везде, всюду. Если не для сертификата, для себя, можете учиться абсолютно где угодно. И главное условие для качественного саморазвития – это целеполагание. Есть цель – расширение возможностей. Расширяйте. Вот это рефрейминг – это расширение. Когда мы смотрим свою идентичность – расширение. Ведите дневник, записывайте. Вот записывайте мысли, какие-то вещи. У жизни учиться, Олег Карбунов, великолепно. Учусь у детей в путешествиях, то есть в походах. В рефлексе обязательно возвращайтесь. Самоанализ, а что там было, а что было хорошего, а что можно улучшить, а чего не хватало. И вот когда мы так работаем, друзья мои, у нас всё великолепно. И последний слайд сегодня, друзья мои, главной стратегией саморазвития человека – это научиться быть гармоничным, счастливым, творить на благо Вселенной и себе. Вот если вы для себя сделаете хорошо, вы сможете это хорошо отдать детям. Это сможете хорошо отдать руководство своим семьям, своим родным. А если не успеваешь записывать, зафиксировать свои мысли, ну, каким-то знаком, вот коротко, как-то вот сделайте, чтобы вот запомнить. Иногда достаточно вот какой-то каракули, напоминающего слова, и оно остаётся. Ну что ж, друзья, на этом я завершаю. И вас сейчас вернётся Татьяна Телегина, расскажет, как вам приобрести сертификаты. Ну что ж, друзья мои, до свидания. Благодарна вам за отзывы, за активное участие. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.